Всем большой привет! Меня зовут Раиль и вы попали на мой музыкальный блог. Сейчас разберем песню Макса Коржа «Где я?» и традиционно сначала исполню ее для вас вначале, чтобы вы вспомнили, как она звучит. Поехали! И не звони на телефон, здание плату, он подключен. Ты знаешь, жизнь не бывает, и не такой закон. Закон в джунгли моих, везде он меньше слов. Знаешь, я даже не парю, совет вам до любого. Я стою в метро, получил ЗП в голову мою. Мне пришла идея, как тут было хорошо. Сядь один билет, неважно куда, я просто испарюсь, как гений. Никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. На работе за паром, в воздухе валять. Не вспомнится си и даже участковый. Не знают еще, воевает роман. Что я отчислил, значит, время есть, пока не в розыске. Я стоял в метро, на рекламу втыкал в голову мою. Валя пришла идея, как тут было хорошо. Взять один билет, неважно куда, я просто испарюсь, как гений. Никто не узнает, Дия. Я буду много пить и танцевать, дышать свободой и песни орать. Упаду лицом в песок и буду ждать волны. От души отматерюсь и закурю. Или много еще разных мест. У меня на каждый денечек есть. И пусть скучая совсем чуть-чуть, знаешь, Я обязательно вернусь. Деньги любили на жизнь, на труда, не важно, не важно. Просто летит. Строю свободу, дай мне, дождай мне. И никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. Никто не узнает, Дия. Да, вот таким образом звучит песня. Вот если хотите прослушать ее отдельно, отдельным роликом, я делал на эту песню уже кавер. Переходите и смотрите. Давайте приступим к разбору и посмотрим банальные аккорды этой песни. Их четыре. Аккорд С главный, до мажор, потому что у нас тональность. Следующий аккорд G. Следующий аккорд АН. И потом последний аккорд F. Вот эти аккорды нам нужны, чтобы сыграть эту песню. Все очень просто. Песня начинается со вступления, где мы играем кое-какую тему на гитаре. И вместе с этой темой мы должны произносить слова, ну точнее петь, где я. Так вот, давайте посмотрим эту тему, а потом бой нашей песни. Поехали. Ребята, давайте посмотрим вступительную тему к песне «Где я». Там вот играется вот такая вот тема. Очень просто. Это производная от простых аккордов, барышных простых аккордов. Вот от С у нас производятся вот эти две струны, пятая и четвертая, которые зажимаются на третьем и пятом ладу. Вообще квинт-аккорды – это очень интересная тема. Нойс любит играть такими аккордами. Но на самом деле эти аккорды – это производные от барышных аккордов. Просто верхние три струны или две оставляют и играют ими. Вот здесь у нас тоже оставляем от аккорда С две верхние струны. Шестая у нас не звучит и играем. То есть на пятой струне, на третьем ладу зажимаем, пятую струну и играем. Раз, два, три, раз. Потом играем на четвертой струне. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. То есть соединим. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Раз, два, три, раз. Дальше берем аккорд G, который здесь мы брали Тоже верхние две струны нам нужно Раз, два, три, раз Раз, два, три, раз Очень просто, везде повторяется то же самое На шестой струне играем Раз, два, три, раз На пятой Раз, два, три, раз Просто в момент игры Раз, два, три На третью долю берем пятую струну на пятом ладу Один раз только И потом возвращаемся на пятый лад пятой струны Раз, два, три, раз Дальше берем аккорд Ля минор Как здесь при помощи баре Оставляем две верхние струны Тоже играем шестую струну на пятом ладу Раз, два, три, раз Потом пятую струну на седьмом ладу Раз, два Потом эту седьмую струну Ай, пятую струну на пятом ладу И опять играем ее, зажимаем на седьмом ладу То есть раз, два, три, раз Раз, два, три, раз 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 То есть после шестой струны небольшую остановочку делаем на пятой струне на седьмом ладу 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 И последний аккорд F Все по аккордам простым Берем также две струны Играем на шестой струне на первом ладу 1, 2, 3, 1 Потом 1, 2, 3, 1 Вот здесь только у нас отличия есть Если на всех аккордах мы играли через один лад Вот так То есть 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Промахиваюсь, извиняюсь В общем, а на аккорде F нам нужно сыграть поближе Играем на шестой струне на первом ладу 1, 2, 3, 1 Пятая струна на третьем ладу 1, 2, потом на втором ладу 3 и 1 И последняя вот здесь опять на третьем ладу пятой струны И звучит 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 И медиатором играйте поочередными ударами вверх и вниз Ну сначала вниз, вверх, вниз, вверх Несмотря ни на какую смену струн И поёте Где я? Где я? В общем, надеюсь, понятно После этого Начинаются удары на аккорде АМ АМ берём И После каждого удара сразу приглушаем местом правой руки удар И там доля секунды Паузы Сразу приглушаем местом правой руки Вот так играем 4 раза И начинаем петь То есть По четырьмя разами я имел в виду 4 раза тройные удары То есть у нас же по 3 идёт тут счёт 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 То есть 4 раза нужно тройные удары сделать А значится 12 раз ударить И на последнем нужно уже заговорить То есть начать речитатив Как начинает корж То есть И я-и-и-я И я-и-я И я-и-я А для этого нужно уже начать играть бой То есть какой у нас переход? Не, не звони на телефон, заняй плату С аккорда С уже начинаем бой Какой бой? Обычный, самый простой дворовый бой То есть берем аккорд С, делаем удары Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх Еще раз Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх Аккорд G Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх Аккорд АМ Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх Аккорд F Вниз, вверх, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх И все, и начинаем куплет Мне не звони на телефон На последний слог слова «телефон», на фон, то есть, на слог «фон» начинаем играть в бой. Мне не звони на телефон, за неплату он отключен. Ты знаешь, в жизни бывает и не такой закон. Закон джиглей моих, ты сделал меньше слов. Ты знаешь, даже не паришься вверх. В общем, понятно, да? Проходим первый куплетик. Дальше начинается «предшорс», то есть, предприпевная часть, когда мы опять-таки начинаем играть удары вниз с заглушкой. Тройные удары. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ударяем и сразу заглушаем. То есть, чуть-чуть мясцо поднимаете руку вообще. Удар делаете и приглушаете. Можно удар делать прямо с заглушкой, то есть, ударяем одновременно и еще руку ставим тоже. Вот. Потому что вы будете стараться сделать сначала удар, а потом закрыть рукой. Это не лучший вариант. Лучше вот сразу удар делаете и сразу же закрываете его. Вот так. И слова, соответственно, поете? Я стою в метро, получил ЗП в голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, не важно куда. Я просто испарюсь, как тень. Последний удар можете открыть на аккорде Ф. Тень, и никто не узнает тень. Никто не узнает тень. Тут уже, конечно же, бой меняется. Это второй бой. Давайте его посмотрим. Аккорд С. Вниз, вниз. Аккорд G. Вверх, вверх. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Аккорд АМ. Вниз, вниз. Аккорд Ф. Вверх, вверх, вверх. Вниз, вверх, вниз. Вверх. Такой бой мы уже сто раз проходили с вами, поэтому должно быть все легко. На аккорде С и АМ у нас приходится всего лишь по два удара. А остальная часть боя на аккорд G и F приходится. То есть еще раз на аккорде С. Вниз, вниз. Аккорд G. Вверх, вверх, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд АМ. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. И поем. И никто не узнает тебя На работе за паром можешь увалять Не вспомнят соседей и даже участковых Не знает ещё мой военкомат Что я очистил, значит время есть, пока не в розыске Опять пошёл второй куплет, играется таким же образом Такой же бой первый Вот вместо первых трёх ударов То есть вниз, вверх, хлопок Можете сделать только два удара То есть вниз и хлопок То есть из того боя убираете второй рисунок Это удар вверх Не рисунок, а движение Второе движение То есть вниз, хлопок, вверх Вверх, хлопок, вверх Аккорд G Для разнообразия можете иногда вставлять этот удар вверх Иногда нет После второго куплета опять-таки идёт предприпевная часть Я стоял в метро На рекламы втукал В голову мою В меня пришла идея В меня пришла идея Как бы было хорошо Взять введенный билет Не нужно куда Я просто испарюсь как день Знаете что? Этот бой можно играть приглушённо А можно вообще не париться И чисто по три раза бить на каждом аккорде На открытых струнах Я стоял в метро На рекламы втукал В голову мою В меня пришла идея Как бы было хорошо Взять один билет Не нужно куда Я просто испарюсь как день Никто не узнает идея Пошёл припев таким же образом Один раз повторим и пойдём дальше После второго припева Остановку никакой не делаем Этот бой продолжается ещё на всякие дополнения Там дальше по тексту идёт дополнение То есть расширение припева Я буду много петь и танцевать Дышать свободой и песни орать Упаду лицом в песок и буду ждать волны От души отматерюсь и закурну В мире много ещё разных мест У меня на каждый денёчек есть И пусть скучаю я совсем чуть-чуть Знаешь, я обязательно вернусь И вот дальше идёт ещё одна часть Не знаю, как её назвать Но в общем, там другой бой Как сыграть этот бой? Третий Очень просто Тут нужно поменять Вашу привычную ориентацию игры на гитаре То есть когда мы играем бас и аккорд Тут нужно сыграть наоборот Аккорд и бас Очень люблю этот приём Вроде бы я единственным так играю Не знаю Если увидите, кто ещё так играет Пожалуйста, дайте мне знать Хочу посмотреть Кто как играет это То есть берём аккорд С Типично Бьём по нижним струнам По четырём нижним Или трём, как хотите Потом бас на пятую струну Наступать нужно Наступать Нажимаем Четыре раза Раз Два Три Четыре Только в данном случае у нас Бас это 16 струна Дальше АМ По нижним Бас пятая струна И аккорд Ф Шестая струна Всё очень просто Две недели Пажисно Да не важно Не важно Просто лети Дьора Свободу Тай Не 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 На аккорде делаем уarth четыре удара по всем сторонам Раз Три И пятый удар уже делаем на двенадцатый лаг То есть Раз Три Четы Пять Раз Три Четы Пять Раз Три Четы Пять И никто И когда уже доезжаем, и никто не узнает, где я... Опять третий припев пошел, таким же образом. Надеюсь, понятно. Все это, конечно, я проделывал при помощи медиатора. В этой песне нету особых там боев. Как делать бой при помощи медиатора? Да очень просто. Вниз, сверх хлопок. Таким же образом, как вы били указательным пальцем и закрывали струны при помощи места правой руки, здесь то же самое. Просто удар вниз делаем медиатором. И сразу блокируем правой рукой. Удар, и сразу блокировка идет. Чтобы вот этот щелчок главный был. А он будет щелкаться, если только заблокированы струны. Чаще начал попадать даже пальцами по деке, блин. Тут практически даже этот заглушка пропадает. Второй способ заглушки струн появляется. Это когда просто ударяем сверху по струнам ладошечкой. Все равно такой же щелчок получается, поэтому не стоит даже заморачиваться. Все понятно. И поэтому после последнего припева, третьего, я опять вставляю вот эту тему, уже без голоса. Даже если вы любите играть песни под гитару пальцами, все-таки нужно иметь опыт игры с медиатором. Хотя я не очень люблю играть. Единственная, наверное, песня, которая появится на канале и которая была исполнена с медиатором. Хотя я вам урок преподал без него. Но вы, надеюсь, поняли, что я имел в виду игру с медиатором. Все эти хлопки, это все банально, мы уже с вами прошли. Подписывайтесь на канал, чтобы не упустить ни один из моих роликов, где я раскрываю секреты по игре на гитаре. Все для вас, все досконально открываю, показываю все, что я делаю, как делаю, как это. Также вспомнить, сыграть. Не ленитесь, всего лишь нажать на одну кнопку, у вас этот денег не потребует, а зато получите уйму полезную информацию. С вами Украин. Если понравился разбор, вы сами знаете, что делать. Там внизу есть очень интересные кнопочки. Вот такие вот. И оставить комментарии, и вловы всего. В общем, делайте. Спасибо вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok